В Италии умер потомственный вор в законе Джемма. Причиной смерти законника стала передозировка наркотиками. Минувшей ночью, не дожив пару дней до своего 44-летия, скончался вор в законе Джемал Микеладзе, более известный в криминальной среде как Джемма. По некоторым данным, смерть наступила в результате передозировки наркотиков. Вместе со своим старшим братом, скончавшимся два месяца назад с законником Мамукой, Джемма был потомственным вором. Их отец, известный тбилисский вор в законе Джемал Микеладзе-старший, Арсен. Благодаря его авторитету, на протяжении всей своей воровской карьеры братья Микеладзе жили, не зная забот, общаясь с московской воровской элитой и имея поддержку от людей, знавших их отца. Джемма был коронован уже в 16 лет. А наиболее активными стали для него 2011 и 2012 годы, когда он примкнул к таким ворам, как Гела Кардава, Бадрика Гуашвили, Равшин Джаниев, Мираб Джан Гвиладзе, Ториэл Аняни ввязался в конфликт с кланом деда Хасана, Аслан Усаян. Неприязнь к последнему Джему наследовал еще от отца, чьи друзья, Ереванский вор и Гога Ереванский и Рафа свой еще в середине 70-х отлучили Арсена от воровского. В конечном счете он все-таки смог вернуть себе титул, но навсегда затаил обиду и в 1993 году, уже в качестве одного из наиболее авторитетных представителей тбилисцев, На сходке в ЦДТ инспирировал драку между Махой и Хасаном, чтобы уронить авторитет последнего. После убийства Арсена в том же году его дело продолжили сыновья, и во всех конфликтах деда Хасана с ворами автоматически занимали сторону его оппонентов. И Джемма, если и не разрабатывал лично планы по убийству Саяна, то наверняка знал о них. Во всяком случае, именно это ему поставили вину в бутырке в 2014 году законники Вагив Сулейманов из Виат Азманов, попутно избив. До этого Джемма был лишен своего статуса. Успел Джемма засветиться и в Италии, получив там 15 лет лишения свободы, правда, заочно, за создание криминальной ассоциации, вымогательство, взяточничество, отмывание денег и фальсификацию документов. После того как уже в России Джемма попался с оружием и наркотиками после отсиженного срока, его в 2017 году отправили в Италию. Однако он чудесным образом смог избежать наказания и вскоре перебрался в Латвию. Там он не стеснял себя в поведении, регулярно устраивая пьяные дебоши в ресторанах, и даже начал выяснять отношения с подконтрольными местному вору Зурабу Шамугия, Аду Зугдитский, автомобильными ворами и коммерсантами. В конечном счете Джемма пришлось покинуть и эту страну, так как ему дали понять, что на него имеется заказ из России, исполнить который смогла бы связанная с Шамугией чеченская группировка. Продолжение следует...